Такого количества посетителей, да еще весной, этот парк не видел давно. Шестая по счету экскурсия собрала больше 80 человек, а в первые дни, вспоминает историк и краевед Данил Дегтярев, приходило куда больше. Неудивительно, здесь, например, можно узнать, что когда-то по территории нынешнего парка проходила целая сеть дорог, связывавших Барнаул с Москвой, с Большим Миром. Поскольку четыре раза через Барнаул проехал Федор Михайлович Достоевский, ну конечно, он тоже здесь ехал. Безусловно. Грустное получается путешествие в прошлое. Застывшее колесо обозрения, пруд, вырытый на костях, сам превратился в могилу для рыб. История Изумрудного, признает Дегтярев, словно повторяет историю России. До основания, а затем... Здесь действительно, вот взяли, да, раз вот кладбище создали, потом снесли это кладбище, значит, построили там город Санкт-Петербург, сделали парк. Теперь вот этот парк старый, советский, разрушился, значит, что-то новое здесь будет на этом месте. К сожалению, да, вот, наверное, для этого места это характерно. Отлично. Рядом мастер-класс по сборке скворечников. Они должны хотя бы частично заменить пернатым гнезда и дупла, которых они лишились из-за массовых вырубок деревьев. Алексей Эбель, специалист по птицам, объясняет. Вот так должен выглядеть настоящий скворечник. Жордочки здесь нету, да? Да. Обычно еще делают крышку вот сюда назад. Почему нет жордочки? Потому что птицы тоже некоторые неглупые, и сороки уже научились, сидя на жордочке, вытаскивать птенцов. Кроме скворцов, здесь смогут гнездиться и другие птицы, от синиц до горехвосток. Всего на деревьях в этот день появилось почти два десятка таких домиков. А значит, даже разоренный парк продолжит радовать горожан птичьим щебетанием. Участники акции уверены, восстановление парка может и должно стать делом общенародным. Если нужно даже прийти, просто вот физическая сила нужна, то только за... По дереву посадить, я не знаю, там убраться. Элементарно, вот просто ручной труд даже, либо какие-то денежные средства. Приобщиться к сохранению истории этого уникального места может каждый желающий. 20 апреля в парке пройдет грандиозный субботник. Илья Кочетков, Александр Антропов. Наши новости.